Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня комплекс быть лучше во всем и всех. Я не скажу, что я во всем стараюсь быть лучше всех, но в каких-то делах есть такой грех. Татьяна, именно так зовут автора вопроса. Я бы хотел в первую очередь, пожалуй, обратить ваше внимание на то, что, на мой взгляд, не так страшно то, что вы хотите быть лучше всех. Я думаю, что подобное желание и стремление есть у каждого из нас. Я не думаю, честно говоря, что есть такие люди, которые не хотят быть лучше всех. Вот, вот. Тут, конечно, идет вопрос с дефиницией, да? Но, по большому счету, глобально у каждого такое желание есть. Я бы сказал, что, на мой взгляд, более проблемной зоной является то, что вы сами, как будто бы, щипяете. Это грехом. То есть, ну, казалось бы, хотите вы быть лучше всех, казалось бы, да? Ну, вот, казалось бы, казалось бы, хотите вы быть лучше всех. Ну, поэтому, будьте, будьте лучше всех, делайте то, что вам, то, что в ваших силах, вот. И все. Но, нет, нет, вы такое ощущение, что это как раз-таки себе запрещаете. И вот, на мой взгляд, на мой взгляд, то, что в той или иной степени может мешать вам двигаться по жизни, это именно то, что вы себя ограничиваете, что вы не позволяете себе, не принимаете себе вот это желание. Ну, то есть, есть оно? Есть. Это первый. Момент. На который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Естественно, не единственный. Вот. Не единственный. Но пока что первый. Я хочу, чтобы все знали, что я лучше всех в работе, что в работе, что в отношениях. Это нарциссизм. По нарциссизму вы можете почитать в интернете. Этого информации по нарциссизму, я бы сказал, довольно много. То есть, на мой взгляд, недостатка в информации по нарциссизму нет. Вот. На мой взгляд, повторюсь, это только на мой взгляд. Вот. Тема. Нарциссизму. Этого. Ээээ. Нарциссизма. Довольно-таки, ээээ. Скажем, ээээ. Ээээ. Скажем так. Ну, может быть, непопулярное, да? Слово популярное здесь, наверное, не самым лучшим образом обращает, что я хочу сказать, но достаточно известная тема. Поэтому я бы сказал, что вам не составит труда для себя какую-то базовую информацию по данному вопросу получить. Если, конечно, вы сами этого хотите, если, конечно, вы сами в этом заинтересованы. Вот. Но в целом, в целом то, о чем можно говорить, это про такое тотальное, я бы сказал, обесценивание себя. Это вот такое тотальное обесценивание себя. И, соответственно, прямо вытекающие из этого, прямо вытекающие из этого, завышенные, порой совершенно невозможные требования к себе. Вот. Ну, настолько завышенные и настолько порой невозможные, что человеку как бы вот самому от них, мягко говоря, тяжело, мягко говоря, самому человеку от них очень и очень сложно. То есть сложно вот на постоянной основе, да, этим требованиям, ну, как-то вот соответствовать, да, очень сложно. Так что он порой бывает. К сожалению. Поэтому, тут вот, на данный аспект я бы, конечно, ваше внимание, попытался бы обратить. Обратить. Товарищи. Мы работаем. Наша зарплата зависит от количества продаж. Я стараюсь быть лучше всех. На меня прямо дико биться, что у некоторых продаж больше, чем у меня. Ну, да, это продолжение истории, то есть то, что вы описываете сейчас по большому счету, это про нацицы. То есть вот иными словами, вас очень легко обесценить, вот. Если вот так несколько упрощенно говорить, вот, то вас очень легко обесценить. Вот, то есть достаточно просто, ну, к примеру, да, человеку сделать что-то лучше, чем, допустим, вы, и вы моментально чувствуете себя уже никчемной и так далее. Вот. Тут, кстати, совершенно не лишним было бы, вот, ну, прислушаться к себе, да, и вот, вот вы говорите, например, что вас дико бесит, например, говорить. А, ну, вот, например, как конкретно это выражается, как конкретно это проявляется, что вас это вот то или иное дико бесит. То есть вот давайте постараемся, может быть, на эти вещи более пристальное, ну, более пристальное внимание обратить. Если вы говорите, что вас дико бесит, то вот хотелось бы, наверное, как-то побольше немного информации, побольше информации на эту тему. Чтобы вы сами себя, ну, например, да, поспрашивали, поисследовали. Если вам сложно, то с психологом это можно сделать с психологом, вот, и психолог вам вполне мог бы помочь в этом разобраться. Вот, психолог бы вполне мог бы вам помочь себя поисследовать, чтобы увидеть вот за вот этим дико бесит, что, собственно говоря, скрывается. То, что за этим что-то скрывается, факт совершенно очевиден, но вот что, пока не понятно. Я знаю, что в этом есть только моя вина, работа в коллективе в переобслуживании. Ну, довольно интересный вы, на мой взгляд, здесь сделаете вывод, почему если у кого-то больше, чем у вас, это обязательно ваша личная вина. Чувствуете, да? Чувствуете, да? Если у кого-то больше чего-то, чем у вас, то вы чувствуете себя виноват. Я виноват, говорите вы. Я чувствую вину, говорите вы. Как интересно получается. А задумывались ли вы, например, о происхождении вины? То есть, каким образом она у вас появляется, каким образом она у вас возникает и так далее. Задумывались ли вы на эту тему? Было бы, знаете ли, очень и очень неплохо, если бы вы об этом поразмыслили. И ответили хотя бы себе на вопрос, чего со мной вообще происходит-то. Вот. Понимаете, да? Дальше. Меня бесит, что девочки не поддерживают чистоту и порядок. Опять же, чем без? Такое ощущение, что они пришли только за деньгами, которые смогут работать в течение смены. Да. Вполне вероятно, так и есть. А что это? Это плохо? К этому можно, конечно, по-разному относиться, вне всякого сомнения. Но да, они действительно пришли. Вполне возможно, они действительно пришли только для того, чтобы заработать денег за время своей смены. Вы здесь, что называется, правы на практически сто процентов. Вот. Только, только, в чем здесь проблема? В чем здесь для вас проблема? Почему это для вас проблема? Вот это то, что было мне интересно. Это то, что мне было бы интересно узнать. Понимаете, да? Дальше. Я не являюсь начальником, не могу на них повлиять, да иначе начальнику, грубо говоря, чихать на нас и на работу. А также хочу доказать бывшей девушке моего мужа, что у нас не все классно. Но я знаю, что ей равно плевать на него. Он ее смеетит. Как мне нравится от этого синдрома отличника-перфекциониста. Психотерапия вам поможет. Я хочу намного закрывать глаза, что касается работы. Хочу также к ней относиться, как и многие. Прийти и просто бить свои деньги. Хочу, чтобы в моей голове не было мыслей о других людях. Ну, во-первых, от них не следовать. Что это за мыслям? Мне не кажется, что все так вот прям очевидно здесь. Вот, мне кажется, что как минимум все несколько сложнее. Вот. Мне так вот, по крайней мере, кажется. То есть мне не кажется, что все так просто. А во-вторых, вам нужна помощь. Вам нужна помощь в том, чтобы разобраться в себе. Помощь в том, чтобы поисследовать себя. Помощь в том, чтобы лучше понимать себя. Вот. Себя, свои желания. Я думаю так. Я не думаю, что можно взять и просто избавиться от этих мыслей. Вам эти мысли для чего-то нужны. У вас эти мысли по какой-то причине появляются. И если они появляются, то для этого, мне кажется, есть основания. Поэтому относиться к ним, на мой взгляд, нужно как минимум уважительно. Вот. А не так, что, вот, есть те мысли, которые я считаю правильными. Есть те мысли, которые я считаю неправильными. И, соответственно, вот, принимаю только те мысли, которые мне кажется правильными. Правильными. Правда в том, что вашим мыслям все равно. Вот. А если мысли совсем не дают покоя, то я бы рекомендовал вам обратиться к врачу. Вот. Если это совсем, если это очень сильно влияет на качество вашей жизни, я бы рекомендовал вам обратиться к врачу. Вот. Чтобы он вам помог. Вот. Немножечко успокоить ваш, ваш, ну, ваш мозг, да, немножко успокоить вас. И, соответственно, вы сможете быть, например, более восприимчивой к психотерапии, если предположить, что вы хотите ею заниматься. Вот. Ну, я имею ввиду, если предположить, что вам вот это, если предположить, что вам это интересно. Я имею ввиду. Вот. Я пока просто не знаю, опять же, хотите ли вы этим заниматься. Интересно ли вам вообще это или нет. Вот. Вот. Вот как-то, как-то так. Как-то так. Какой-то вот такой получился ответ. И самостоятельно, самостоятельно вам, конечно, будет весьма сложно избавиться от подобных мыслей. Потому что с ними вы в той или иной степени жить привыкли. И без них, без них вам вполне может быть несколько не по себе. Вот. Страшно и тревожно и так далее. Вот. Поэтому, вероятнее всего, вам потребуется помощь. Вот. Вот. Как-то так. Я бы мог вам на ваш вопрос ответить сейчас. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Буду благодарен вам за обратную связь по нему. В смысле? По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова